Итак, всем привет! С вами Валентин Кузнецов, образовательный проект CJ Bandit. Сегодня мы с вами поговорим о визуализации белых интерьеров. И самое интересное, затронем немаловажный такой фактор, который будет принцип, который будет в дальнейшем вам помогать. Он является прародителем визуализации экстерьеров, матопейтинга. Этот принцип применим во всем, то, что мы сейчас будем разбирать. И на сегодняшний момент, апрель 2018 год, обучающий курс CJ Bandit был обновлен. То есть, этот урок 16, который является 5-часовым, в нем будет содержаться важнейший механизм, важнейший алгоритм про визуализацию белых интерьеров. Эти механизмы, они будут применимы на любых, не обязательно на белом, но и на цветах приближенных, либо по тоновому диапазону, либо же по цвету приближенному к белому цвету. То есть, применим во всех этих аспектах. И для начала, я бы хотел обсудить с вами такой очень интересный момент. Тут я заготовил фотографии белых интерьеров. Вот так. Давайте все-таки другой пример. Вот он отлично подходит. Вы никогда не задумывались о том, если рендер-движок, давайте в случае с Corona Render, да и с любым практически. Мы возьмем, к примеру, фотографию интерьера, от фотографа интерьера. Попытаемся ее с помощью визуализации повторить. То есть, создадим такую же геометрию, создадим такое же помещение, такой же материал рулонной шторы матовой, через который проходит свет. И нажмем на кнопочку Render, и у нас Virtual Frame Buffer навряд ли выйдет такой же результат. То есть, если было все так легко, то мы просто закинули в диффуз материала, засунули белый слот, к примеру, давайте посмотрим. Закинули, к примеру, сюда белый цвет, нажали на кнопочку Render, и у нас получился такой результат. То есть, соответственно, если было все так просто, и такие результаты получались, то никто бы не заморачивался бы и не ковырялся бы постоянно в поисках новых знаний, новой информации, как создаются крутые визуализации. И если мы сравним то, что у нас выйдет с Virtual Frame Buffer Corona, и с фотографией, сделанной фотографом интерьера, разница будет очевидна. Конечно же, есть особая каста индивидов, для которых разница будет по светотеневому рисунку не очевидна. Но пускай они сами радуются своим рендерам и живут в своем маленьком мирку. Обратите внимание на верхнюю часть потолка, да и вообще разница будет очевидна в детализированности тенях, в сочности, считывания светотеневого рисунка. И здесь у меня в группе ВКонтакте CJ Бандит. Я рассказываю про принцип художественного фотоколлажирования, пример которого мы сейчас посмотрим вместе с вами. То есть в данной ситуации идет коллажи, идет объединение коллажей. То есть сначала фотограф интерьера фотографирует лучшие локальные кусочки, в которых сочнее всего, более всего быстрее, приятнее для считывания глаза выглядит светотеневой рисунок. И потом уже в фотошопе по локальным каким-то конкретным областям самые сочные, самые информативные фотографии между собой склеивает. То есть соединяет, различный производит коллаж. То есть относительно это кропотливая работа, но этот урок создан специально для тех, у кого горят глаза, у кого осталась эта мотивация пилить, создавать визуализацию круче, чем у других. Эти все необходимые, эти механизмы, они необходимы для того, чтобы ваша визуализация уже была приближенная. В общем, в группе тут у меня посмотрите. Приближенная к фотографиям фотографа интерьера. Также хочу сказать то, что вот этот шестнадцатый урок, он является прародителем именно мотопейтинга, то есть про который буду сейчас рассказывать. Именно визуализация именно о белых интерьерах. Те принципы, про которые сейчас расскажу, они применимы потом на любых механизмах. То есть вы можете предметную визуализацию, вы можете экстерьеры, то есть все что угодно. Эти все механизмы, они универсальны. То есть для красивого, то есть главное понять стержень, фундамент, идеологию. И после этого вы сможете применять, уже генерировав, интерпретировав эти знания в любые совершенно аспекты изобразительного, что касается изобразительного искусства, то есть фотографии, что касается непосредственно изображений. И здесь хотел бы с вами поделиться, в первую очередь, что входит в обучающий курс CJ Bandit. То есть в первую очередь в курсе вы не найдете посредственной информации, которую легко можно найти на ютубе, либо хорошенько погуглив. То есть в курсе я рассказываю всю свою извращенную кухню ведения рабочего процесса, визуализации, которая уже приводит к такому уровню визуализации, как у меня и у моих лучших учеников. Здесь можете в альбоме посмотреть, либо же на Бихонсе, либо же вот тут в альбоме работы моих учеников на Бихонсе, результаты, к которым мы приходим. Вот он Бихонс, то есть это все создавалось практически, то есть я на курсе рассказываю, как создавать текучку, то есть когда у вас заказ, когда у вас сроки, вам нужно быстро сделать максимально качественно, механизмы, алгоритмы затрагивая. Также я затрагиваю еще и такой сложный подход визуализации, который позволяет пилить работу для вашего портфолио, то есть который уже механизм, который является завлекающим для каких-нибудь каталогов, для передней обложки журнала архитектурного, то есть для вашего сайта. То есть картинки продающие уже, которые реально заставляют людей, то есть даже не натренированный взгляд, не найти разницу между фотографией и визуализацией. То есть есть большая разница между тем, как искать, находиться в этом море большого потока знаний, когда вы постоянно ищете и не можете найти вообще знания, куда, в какое направление двигаться. То есть да, эти механизмы, про которые рассказываю, они сложные, но когда вы осознаете их, ваш корабль, он не будет просто в этом море-океане знаний плавать, он будет знать, в какое именно необходимо русло плыть, для того, чтобы приплыть уже непосредственно к нашему острову. То есть острову с знаниями, то есть острову с алгоритмами, которые приводят к необходимому результату. Можно постоянно перебирать эти знания, можно смотреть, искать, но есть четко прописанный механизм, который приводит именно к хорошему, быстро считываемому, красивому, свето-теневому рисунку. Итак, вообще это такое вступление про визуализацию белых интерьеров. Я сделал специально для того, чтобы вы понимали о том, что фотоколлажирование на закрытой группе...